Здравствуйте, это программа Город С. Меня зовут Ян Налимов. 15 мая в субботу в Самаре пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Интересное, яркое и масштабное культурное событие. В этот день в городе будут работать более 40 самых разных площадок. Государственные и частные заведения будут объединяться, чтобы удивить самарцев насыщенной программой. Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Самары, мы обсудим в нашей студии с руководителем Департамента культуры и молодежной политики, администрации городского округа Самара Татьяной Шестопаловой и заместителем директора по развитию Самарского литературного музея Екатерины Орловой. Татьяна Викторовна, Екатерина Владимировна, добрый вечер, искренне рад вас видеть. Добрый вечер, Ян. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, завтра ждет нас уникальное событие культурное. Расскажите об истории Ночи музеев, потому что на самом деле не все знают, что это такое. Название красивое, но вот чтобы понимать, что завтра мы увидим. Действительно, вы правы. И многое мне стало в этом году действительно новым в понимании того, с чего же начиналась вообще Ночь в музеях. Теперь не только в Российской Федерации, но и во всем мире. История вообще этого проекта восходит к 1977 году. На 11-й международной конференции, которая проходила в Москве музеев, по сведению источников, именно советская делегация предложила 18 мая отмечать День музеев. 18 мая. То есть это была советская инициатива? Да, это была инициатива нашей делегации. Но конференция была международная. Поэтому на следующей неделе, 18 мая, действительно во всем мире отмечается Международный День музеев. В 70-е годы музеи тоже достаточно открыто работали и длительное время для посетителей. Одно из таких ярких событий было в Германии. Называлось «Весна музеев», когда музеи работали вот в том формате, который мы видим. Сейчас представляется посетителем всех музеев и гостям нашего города, всей Российской Федерации и всего мира. В 97-м году уже прошла в Берлине самая длинная ночь музеев. И длинная ночь музеев, она так называлась. Впоследствии в той же Германии присоединилось еще более 20 городов к проведению этой акции. Чуть позднее, это уже в нулевых, если я не ошибаюсь, по-моему, 2001 год. В Париже тоже прошла аналогичная акция. И уже в этот же период времени, в 2005 году, по инициативе именно Франции, была учреждена эта международная акция, международная акция «Ночь в музеях». Она уже была под патронатом Совета Европы и Международного Совета музеев. Российская Федерация, она впервые, такая ночь прошла в 2002 году в городе Красноярске. Это был год 15-летнего Красноярского музейного центра. И вот начиная с 2002 года на территории Российской Федерации достаточно широко проводится вот эта культурно-просветительская, образовательная акция «Ночь в музеях». Но Самара достаточно давно принимает участие, и самарские музеи в этой акции. Но, может быть, столь масштабной, столь широко. Можно сказать об этом, наверное, второй раз, когда объединяются многие музейные площадки и площадки которых, где уставная деятельность не является основной музейной, для проведения вот такого большого, интересного, просветительского, в том числе, конечно, события. Екатерина, не помните, какой первый год для вас был? Я, конечно, помню. Я сижу и хочу сказать о том, что впервые в Самаре «Ночь в музее» была в Литературном музее в 2013 году. Мы первые. Тогда пришло новое руководство, новая команда в музей. И мы сделали «Ночь в музее». Это тогда было, конечно, таким фестивалем современного искусства, потому что музей очень традиционный. У него была своя устоявшаяся аудитория, а мы тогда хотели показать, что он может меняться, что он может быть открытым, что он может быть современным. И тогда у нас было больше десяти художников современных, там были перформансы, видеопроекция на костел, какие-то фильмы мы показывали уже в ночи. А почему именно Литературный музей, скажите, выбрали? Потому что Самара, на самом деле, город, ну, культурный. Вот я сейчас абсолютно серьезно это говорю, то есть у нас много всего есть. Почему тогда именно Литературный музей стал вот, ну, пионером? Мы там работали. Все зависит от людей, вы знаете, ну, в смысле что? Все эти музеи – это невероятный потенциал, который участвует в этом году. И каждый раз мы хотим иметь встречу живую с посетителем. И мы делаем все возможное, чтобы посетитель пришел и увидел музей нетрадиционно, как-то под новым углом, под другим ракурсом. И вот эти ночи – это тот момент встречи с чем-то необычным, с таинственным. Там это не зря называется ночь или весна, а наша усадьба, ой, вы видели нашу усадьбу? Я видел нашу усадьбу. Все утопает в сирене сегодня, там просто фиолетовые облака, сиреневые облака. Если вы придете, а вы обязательно должны прийти хотя бы завтра, вы оттуда уже не уйдете, там, через два часа только вас отпустит этот запах. Ну и программа наша, конечно, потрясающе завлекательная. Ну, по программе мы, кстати, отдельно поговорим. Вот знаете, что бы хотелось уточнить? Всегда знал и всегда был уверен, что Самара – город культурный. На самом деле, с историей с культурной. Когда готовился к программе, лишний раз в этом убедился. Более 40 площадок, на самом деле. Вот некоторые музеи… То есть я знал, я понимал, но я не знал, что у нас и столько. Вот расскажите подробнее о программе «Ночь музеев». Что планируется? Немного бы хотелось продолжить мысли Екатерины. Вы знаете, общий европейский принцип, один из основных принципов этой акции, международной акции – это открытость. Открытость и доступность. Екатерина говорила именно об этом. Как правило, мы же воспринимаем действительно музей как академическую площадку с выставочным пространством. Хотя сейчас, на самом деле, об этом говорить даже не приходится, потому что настолько разноплановы даже не «Ночь в музеях» программы каждые музейные площадки. Все зависит, прежде всего, конечно, от их возможностей в плане именно помещений, самих зданий. Поэтому мне кажется, что вот эта открытость и доступность – это ключевые позиции, когда каждая из тех площадок, о которых вы говорили, а если посмотреть на нашу карту ночи в музеях, то 23 музейные площадки, и остальные площадки, о которых вы говорили, это уже культурные центры, арта от пространства, это галереи, это библиотеки, это концертные площадки, это театр и перебалеты, это Самарская филармония, это Срукский сад, это улица Куйбышевская, это и две специальные программы, которые будут подготовлены, музыкальные программы, и приходом Святого Сердца Иисуса на улице Фрунзе, наш известный костел, там действительно очень интересный, мы по соседству находимся, он с литературным музеем. Это и небольшая площадка арт-маркета, где объединились сувенирные площадки той же улицы Фрунзе. Получается такой достаточно очень интересный кампус, где сосредоточены совершенно разные направления, сферы культуры и искусства, и предлагают очень разноплановые программы. Действительно, карта она сейчас активна на сайте администрации городского округа Самара, в нашем информационном центре, который открылся в этом году первый раз на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева на нулевой версте. Меня спросили, почему нулевая верста, не так давно, на самом деле это новое понятие мы решили чуть больше сейчас открывать, потому что там находится главпочтам, и как мы помним, да, обычно отчет... Там все начиналось. Там все начиналось, поэтому там у нас и появился информационный центр, там можно будет жителям нашего города и гостям нашего города получить и наши карты, и скачать по QR-коду интерактивную нашу карту, получить максимально интересные информации о наших музеях, которые представлены, их портфолио, их замечательные информации, и о программе «Ночи в музеях», и в принципе программа самого музея на ближайший летний сезон. Поэтому программы действительно везде очень разноплановые. Вы сказали, 40 площадок, мы посчитали порядка 100 событий как таковых. Да, улица Куйбышева, она в этот день станет пешеходной, она будет и достаточно интересной, она больше будет, конечно, музыкальной. Есть уже предпочтения у наших коллег, у наших партнеров, наших музыкантов, наших молодых танцоров, хороших, очень интересных творческих команд. Есть несколько точек, на которых они работали в предыдущие сезоны, мы также их и оставили. На пересечении улицы Ленинградской и Куйбышева будет программа «Мультибоги» достаточно интересная по очень многим направлениям молодежной танцевальной культуры. В сквере «Тревяза» будет чудная программа с джазом, работают удивительные команды. Да, возможно, пока эти имена еще не так известны широко, но тем не менее это молодые, интересные и не очень молодые музыканты. Ну, барабаны мира со своими мастер-классами взбодрят нас у дома промышленности. И в Струковском саду будет чудная вечерняя программа с 18.00 для семейного посещения, танцевальные программы и вечерняя программа. Дискотека «Пирамида» возвращается в Струковский сад. Да вы что, кстати, знаменитая дискотека «Пирамида». Ну, такая, на самом деле, идея, которая пришла в самый последний момент, мы... Вот отдельное спасибо. Да. Отдельное спасибо. Для кого-то это, да. Ностальгия. Да, я действительно в свое время когда-то от тарелки шла по бруду, заходила в Тревяза, и все заканчивалось у нас в Струкачах на дискотеке «Пирамида». Ну, такова была история 20 века. Да, была такая вот история. Ну, и Сергей Андреев, он же диджей Бритбокс, откликнулся на эту историю, и он тоже представил свою интересную разноплановую музыкальную программу. Не могу сказать о том, что в 20.00 симпатичная очень, на мой взгляд, мало сказать симпатичные события, но второй раз произойдет у нас тоже в нашей летней программе, летних мероприятий. Это проект «Басы на балконе», который мы представили в 2019 году с нашими партнерами Дмитрием Хваровым и Арменом Рутюновым, и выпускником как раз нашей Самарской музыкальной школы Валерием Макаровым. Мы знаем, что по легенде именно с балкона «Жигулей» Федор Шаляпин исполнял произведение, и вот замечательная программа басов и приглашенных гостей из Москвы и самарских исполнителей в 20.00 стартует, и в течение часа нас будут радовать произведениями русской и мировой классики. Вот как-то так. Но, тем не менее, не ограничивается вся история приведения ночи в музеях, только границами, вот этим музейным кластером, музейной мили, как ни скажешь. А радостно, что и программа Третьяковки, несмотря на то, что пока идет процесс и реставрационный, и создание самого музея, тем не менее, у Третьяковки будет своя отдельная программа на улице Фрунзе 102-Б. Я даже адрес очень хорошо помню. Вы знаете, точка у нас такая, посмотреть, это музей железнодорожной техники на Литвинова. Вот, кстати, хотела об этом сказать, в совершенно противоположной части города. Совершенно в противоположной части города, нельзя сказать, что мы замыкаемся только на этом. Работа епархиального музея, музея Самары Космической, это я говорю уже о зоне Октябрьского района. На поляне Фрунзе, на подворье Килламифольского храма будет работать музей мужей. Это очень интересная программа, действительно. Негосударственные музеи, действительные частные ведомственные музеи. Второй раз принимает участие тоже в этом проекте и музей Газпром Трансгаз Самара. Это коллеги работают в музее городских легенд, в музее пожарного дела. Всегда при организации таких событий много поступает звонков и обращений, в плане того, что и очереди формируются, и большой наплыв людей, и предварительная запись. Мы всегда с коллегами, и Катюша, действительно это подтвердить, обращаемся к жителям нашего города, к посетителям музеев и гостям, с пониманием относиться к таким историям, потому что ключевая позиция этого года это еще и обеспечение мер эпидемиологического характера, противомерологического характера. Это, конечно, и особый режим работы самого УЗИ при формировании группы в обязательном порядке. Это и наличие маски, это и термометрия, это и обработка самих помещений. Безусловно, это будет так или иначе отражаться на динамике, наверное, самой программы, но она в любом случае, эта программа, состоится, поэтому, конечно, мы хотим, я хотела бы очень обратиться ко всем, кто придет на эту ночь в музеях, с пониманием отнестись ко всем и техническим перерывам, и с уважением о работе каждого музейного сотрудника, и волонтеров, которые будут работать, волонтеры культуры в этот день. Потому что именно вот такой и процесс самой подготовки, и сам день проведения, это такая очень серьезная внутренняя мобилизация и отдельные ресурсы, потому что в большинстве своем наши коллеги работают до последнего посетителя. За прошлый год, 19-й год, последнего посетителя мы в музее Рязаново встретили где-то около часу ночи. Иксенна Владимировна, вот прошу прощения, вот расскажите, что будет в литературном музее, потому что вы когда-то начинали. Да. В литературном музее, я понимаю, о чем говорит Татьяна Викторовна насчет эпидемиологических норм и что есть какое-то ограничение по количеству, но у нас есть огромный плюс. Это наша усадьба, это место под открытым небом, где мы можем принимать практически неограниченное количество, ну, с условием там дистанции друг между другом. У нас будет две площадки принимать участие в ночи музеев. Это усадьба Алексея Толстого, которая находится на Фрунзе 155. Это такая наша традиционная музейная всегда часть. И есть еще экспериментальная альтернативная площадка. Это наш отдел литературы 20-21 века, который называется Горький центр. То есть здесь мы говорим про Алексея Толстого, там мы больше говорим про Максима Горького. Но в эту ночь все границы стираются, и мы говорим в целом о фантастике, фантастике в литературе. И здесь мы решили обратиться как к классике фантастики, так и к тому, что Алексей Толстой был один из первых советских писателей-фантастов. Он написал роман «Аэлита», «Голубые города», «Гиперболот» уже не Рогарина, да. И здесь мы фонтанируем на тему фантастики в литературе. В первую очередь у нас будет книжная ярмарка, которая будет работать, как вы сказали, почти с утра, с 12 часов дня мы ждем посетителей для приобретения лучших новинок в области фантастической литературы. Это лучшие магазины, издательства. Мы собрали здесь все для вас. Слушайте, как интересно, вы меня прям заинтриговали. Вход бесплатный, будут работать экскурсии, и вход в музей будет осуществляться бесплатно. И работает книжная ярмарка. С трех часов мы начинаем детскую программу на усадьбе. Это наша традиционная, мы называем ее шуточно, не ночь в музее, потому что это наша такая специальная программа, опять же, которая много лет уже мы ее опробировали. И у нас есть родители, которые ждут этого год из года. И вот мы каждую ночь в музее делаем еще не ночь в музее для тех, кому до 18 лет. Ждем родителей с детьми, семейную аудиторию. У нас будет масса предложений для них. Мы говорим о том, что это космическая станция, и мы запускаем свои корабли, и они могут сделать свой летательный транспорт, они могут пообщаться с инопланетянами, сделать каких-то лизунов и так далее. Ну, в общем, будет что сделать и детям, которым три года, и детям, которым семь, восемь, десять лет. Это все будет интересно для них. Позже в семь часов вечера мы начинаем взрослую программу, и здесь уже у нас будет для взрослой аудитории, здесь будут экскурсии в большинстве своем, здесь будут разные станции, которые у нас большая территория усадьбы, будут работать в беседках, будут кинопоказы, будут лекции, будут музыканты, конечно же, у нас целых три исполнителя в этот день, мы все погрузимся, опять же, в фантастические инопланетные звуки. И, как я сказала уже про Горький центр, здесь такая альтернативная площадка, и мы делаем выставку. Выставка, которая называется «Утраченные облики грядущего», и здесь мы рассуждаем о том, что вот эти фантасты, написавшие свои произведения, были ли они такими пророками, и случилось ли все то, что они предвещали, либо это утопия, и все это кануло, и просто осталось фантастическими мыслями. И мы приглашаем всех на эту выставку, и там также будет выступление музыкантов, которые играют на аналоговых синтезаторах, которые увлекаются темой фантастики, и будет здесь музыкальное сопровождение к этой выставке. Так что у нас все про фантастику в этом году. Замечательно. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Более ста культурных событий организуют в этом году, 15 мая, в рамках акции «Ночь музеев». Чтобы жители и гости Самары не пропустили ничего интересного и узнали, какая программа идет на каждой площадке, в центре города оборудовали информационный центр. Это первый раз в этой акции мы делаем такую специфическую застройку. Во-первых, именно здесь могут люди получить бесплатные карты ночью в музеях, здесь волонтеры и другие специалисты будут рассказывать, ориентировать горожан о том, куда можно будет сходить, потому что, конечно, сориентироваться с такой мобильной программ достаточно тяжело обычному горожанину. В акции примут участие 150 добровольцев. Они будут работать в пятницу и в субботу на всех площадках, в музеях и в самом информцентре. Мы очень рады, что в этом году музеи наконец-то распахнут свои двери, наконец-то выйдут немножечко из онлайна. Мы рады увидеть лица горожан, мы соскучились по всем, мы всем будем очень рады, поэтому обязательно приходите. Всю информацию о ночи музеев можно также узнать на официальном сайте администрации города и на официальном сайте Самара ГИС. Это такой макет планет, который будет развешан по залу, поскольку тема космоса. В год космоса Горький центр совместно с Литературным музеем имени Максима Горького готовит к 15 мая программу буквально вселенских масштабов. Выставки, игры, мастер-классы, кинопоказы и лекции – все по канонам фантастического жанра. Обещают любителям романов Алексея Толстого, а элита и гиперболуэт инженера Гарина точно не будет скучно. Будут рассуждать наши коллеги о том, почему человек хотел улететь. Русский космизм, советский проект, будет задано несколько вопросов. Ну, как, куда, почему. Будут отвечать на них через лекции, через мастер-классы, конечно же, будет музыкальная программа. Без соблюдения мер Роспотребнадзора в эту ночь музеев не пройдет ни одна программа. Бесплатная экскурсия по дому-музею Эльдара Рязанова будет организована ограниченными группами. Активность здесь начнется уже в три часа дня. Мы предлагаем нашим гостям, жителям и гостям Самары, насыщенную программу. Она будет проходить в трех локациях. Во-первых, это основная экспозиция музея. Во-вторых, это сквер Эльдара Рязанова, где мы с вами находимся. Здесь будут проходить кинопоказы, детские квесты, музыкальная программа. И третья локация – это городское пространство, где пройдет городская экскурсия звезды российского кинематографа в Самаре. Старт экскурсии в восемь вечера от центрального входа в музей. А часом ранее, впервые после ограничений по ковиду, откроется и самая крупная экспозиционная площадка города. На двух гектарах земли раскинулся музей железнодорожной техники. Здесь тоже готовят любопытную программу для взрослых и детей. Внимание, паровоз отправляется. Подаем гудок и полный вперед. Эту модель паровоза создали в Нью-Йорке в 1943 году специально по советским чертежам для советской армии. Побывать в кабине машиниста можно будет 15 мая бесплатно. И во время перерыва к нам присоединилась Анна Рабинович, это вместитель руководителя управления государственного регулирования туристской деятельности Департамента туризма, Министерства культуры Самарской области. Анна Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Рад, что вы к нам пришли. Вопрос следующий. В Самаре будет работать очень много площадок, вот как мы поняли, более 40. Понятно, что все посетить невозможно, как бы не хотелось. Но вот как перемещаться от одного объекта к другому, как увидеть максимально много? Вот организация движения, как будет? Вы знаете, задавали нам вопрос. Может быть, вы бы предложили нам какие-то маршруты. Выбирать и делать выбор за каждого желающего получить в Молчмузеях, это, наверное, отчасти неправильно. И для меня не всегда бывает понятно. Но действительно, для более комфортного перемещения в этот раз будет организовано впервые в нашем году, вот в рамках этой акции, работа автобусов, которые будут формироваться от остановки филиал Самарской-Третьяковской галереи до Хлебной площади с разбегом в 30 минут. Это бесплатные автобусы с аудиоинформацией экскурсионной. Опять же, вся информация по маршруту движения, как вы уже сказали, представлена она и на самой карте, и на интерактивной карте, которая размещена на наших электронных носителях. Это действительно будет удобно, это вполне бесплатно. Три таких автобуса будут курсировать в течение всего вечера завтра. Но еще есть одна приятная история, о которой может Анна Михайловна нам рассказать. Это история с нашим новым видом автобуса для наших посетителей и для наших гостей. Да, завтра также будет работать новый для Самарской области вид автобуса. Это экскурсионный туристический автобус «Кавриолет». Он брендирован основной символикой и видами города, и он тоже будет работать в рамках ночи музея. Он будет ходить в рейс каждые два часа. Стартует он от речного пассажирского вокзала и доводит людей до музея «Самар космическая». У него предусмотрено семь остановок, где каждый желающий может выйти и осмотреть более подробно те локации, в которых будет проходить программа, осмотреть музеи, галереи, и сесть дальше на этот же автобус и проехать дальше по маршруту. Маршрут длится полтора часа, и за это время гости могут узнать чуть больше об истории Самары. Там также работает аудиогид, экскурсия на восьми языках, а все меры по обеспечению безопасности тоже соблюдены, индивидуальные наушники, автобус обрабатывается, и уже завтра жители города смогут на нем прокатиться всей семьей. Вот, кстати, по поводу обрабатываться будут все места. Еще раз, давайте подчеркнем, вот как будут вот эти вопросы безопасности решаться? Ну, что все, что касается автобусов, в каждом автобусе есть волонтер, предусмотрен достаточно большой запас масок, обработка перед выходом на маршрут, обработка в перерывах салона. Это обязательные условия, равно как это будет соблюдено и на всех музейных площадках, и в зону ограничения движения транспорта на улицу Куйбышева, также проведение термометрии, выдача масок. Безусловно, и каретской скорой помощи будет находиться. Все санитарные условия будут обязательно предусмотрены. Предусмотрены именно на улице Куйбышева. На это тоже надо обратить внимание на время ограничения движения транспорта, да, и с пониманием к этому относиться. Поэтому в плане соблюдения всех противоэпидемиологических мероприятий здесь все очень выдвинуто в соответствии со всеми стандартами безопасности, которые есть у каждого музейного комплекса, как для проведения экскурсии в здании самого музея, так и на территории усадьбы. Анна Михайловна, а вот туристам рассказали, кстати, вот об Ночи музеев, потому что вот как можно узнать, потому что мероприятие совершенно замечательное для туристов, вот чтобы приехать. Ну, мы всегда стараемся информировать не только туристов, но и туристические компании, операторы, которые непосредственно привозят туристов в наш город. Конечно, мы информировали в наших городах Приволжского федерального округа, те, кто соседствует с Самарской областью, и ожидаем, что все-таки туристы приедут. Ну, и, безусловно, точно понимаем, что приедут туристы из Израни, из Тольятти, наши гости, и будут тоже наслаждаться теми мероприятиями, которые есть в городе. И вот мы стараемся все-таки, чтобы заблаговременно наши туристы, главные туроператоры узнавали о программах, и, безусловно, они всегда с большим интересом относятся к тем мероприятиям, которые у нас проходят на территории города. Ну, еще в зоне информационного центра будут туроператоры, Да, также будет работать информационный центр, в рамках которого будут представлены туристические программы, продукты, которые можно посетить и индивидуальному туристу, и организованным группам. Будут стоять стойки, где будут работать 4 стендиста, представители туроператорских компаний, которые будут подробно уже рассказывать о маршрутах, об объектах, куда, каким составом можно поехать. Особое, конечно, будет внимание уделено семьям с детьми, потому что детский отдых тоже является одним из приоритетных направлений, но и будет условная карта, где может каждый житель и гость города увидеть те туристические программы, маршруты, познакомиться чуть больше с объектами, на которые, надеемся, они смогут поехать и сделать доступным отдых в Самарской области. Уже, гость, осталось не так много времени, буквально 3 минуты, поэтому покороче, но хотелось бы ответ услышать на все вопросы. Скоро лето, буквально осталось 2 недели. Расскажите о других программах летнего отдыха для горожан. Ну, безусловно, программы летнего отдыха, они затрагивают и отдых на территории Самары, но больше внимания, конечно, это отдых на территории Самарской области, потому что на машине можно добраться от 1,5 до 2 часов до ряда объектов. Это и Голубое озеро, это уникальный замок Грибальди, который все чаще и чаще становится популярным среди гостей. Понятно, что национальный парк Самарская, Лукан, на который постоянно большие группы туристов прибывают, ну, и те объекты, Рачейский бор и Сызранский кремль, это все те объекты, на которых можно попасть в режиме одного дня и посмотреть, отдохнуть, и за время как раз выходных, уикендов вернуться наполненными сил и посмотреть достопримечательности Самарской области. Татьяна Викторовна, а какие культурные события летом произойдут? Я вам расскажу об этом в следующей передаче. Следующая передача. Отлично. Тогда другой важный момент. Развитие «Ночи музеев». Вот что дальше? Как она будет, как будет развиваться этот проект, эта программа? Спасибо за этот вопрос. Вчера с главой города мы посетили детскую картинную галерею, рассматривали и познакомились с очень интересной выставкой, которая называется «Придела купеческие». Рекомендую посетить эту выставку. Она посвящена как раз 170-летию Самарской губернии. Елена Владимировна с директорами некоторых музеев в общении поняла, что на самом деле такая интересная акция для нас не то, что просто интересная, а уже становится таким важным городским событием. Это станет уже традиционным мероприятием для нашего городского пространства. И уже в следующем году будет сформирована и наша исполнительная дирекция проекта. Мы будем расширять свое пространство и представление проектов «Ночи в музее» как на территории города. Я думаю, появятся партнеры. И как можно больше гостей мы будем приглашать не столько к территории Самарской области, но совместно с нашими коллегами, но и с территории Российской Федерации. Потому что нашему городу, как вы справедливо заметили, есть чем гордиться. Есть как достойно представить наш город, его и культурную, и историческую составляющую, замечательную архитектуру. На самом деле программа 2022 года, она будет уже и значительно шире, и значительно интересна. И для нас очень важно, что в лице Елены Владимировны мы получаем полную поддержку в реализации всех творческих начинаний и предложений наших коллег, которые представляют не только музейные сообщества, а многие другие пространства. То есть таким образом у нас этот проект становится нашим, в том числе местным, и он становится регулярным, он становится тем, чем можно гордиться и куда можно приглашать наших гостей. Я могу сказать, что в городе Екатеринбурге в таком формате уже достаточно давно проходит проект «Ночи в музеях». Это те коллеги, у которых мы тоже перенимаем опыт в части организации таких проектов. И мы не первый город, кто приходит к такому системному достаточно подходу объединять все творческие площадки города, которые хотят и желают принимать участие. Поэтому я думаю, что вы абсолютно правы. Нас ждет впереди интересный проект. Спасибо за интересную беседу. Увидимся завтра на «Ночи в музеях». И я напоминаю, что в нашей студии были руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского круга Самара Татьяна Шестопалова и заместитель руководителя, руководитель управления государственного регулирования туристской деятельности Департамента туризма Министерства культуры Самарской области Анна Рабинович. Акция «Ночь музеев» стартует уже завтра в 13 часов, а закончится в полночь. Приходите, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова